Здравствуйте! Сегодняшний наш променад мы посвятим местам, которые в давние времена считались священными и связанными с религиозными обрядами. Одно из таких мест расположено в Симферополе по улице Воровского, куда сейчас мы и отправимся. Азиз Салгирбаба известен как святое место с 17 века. Существует версия, что почтенный старец происходил из рода шейхов, прибывших в Крым в древние времена. Еще в молодости, получив религиозные знания и следуя пути суфьев, он вел аскетический образ жизни. Местом своего уединения, раздумий и молитв он избрал дубовую рощу, раскинувшуюся на берегу полноводной в то время реки. Здесь Салгирбаба молился и вскоре о нем узнали по всему ханству. Он лечил болезни телесные, а в первую очередь духовные. Лечил он молитвой, травками. Это народный целитель. Огромное количество людей получило здесь исцеление и продолжает получать, потому что уже он святой и помогает нам за пределами земной жизни. Так продолжалось до присоединения Крыма к России. Понятно, что это были сложные времена, и были волнения, и были столкновения. И во время одного из столкновений Азиз вышел для того, чтобы умиротворить противоположные стороны и погиб. Он был растерзан. Время жизни Салгирбаба овеяно легендами и точно не установлено. Расположен Азиз в Симферополе на улице Воровского. К сожалению, сейчас эта историческая достопримечательность Крыма находится в плачевном состоянии. Многие стремились попасть к нему, желая избавления от болезней с помощью молитв, а также целебной воды из родника, появившегося возле места, где жил Азиз. После сеанса лечения он рекомендовал больным спуститься к небольшому источнику, который находится на набережной возле проспекта Кирова. Этот фонтан называется фонтан Савопола сегодня, а сейчас мы спустимся к фонтану Савопола. Так, как завещал Азиз своим больным. С дальних концов города люди ходили утром умыться его водой и выпить ее натощак маленькими глотками, принимая внутрь как лекарство. В народе также ходило поверье, что если кто первым умоется и выпьет эту воду 1 мая, тот излечит себе любую болезнь. А накануне ночью городской садовник всегда клал у фонтана букет цветов, как благодарность за его целебную силу. Этот фонтан был устроен для жителей города, в дар жителям города, грекам апостолам Савопола в 1881 году. И связан он с его исцелением. Он по молитве Азиза Салгирбаба спустился к фонтану, совершил омовение глаз и прозрел. К сожалению, сегодня эта вода непригодна для питья. Мы делали запрос в Институт минеральных ресурсов и нам была дана справка о том, что и сегодня в составе воды фонтана находится небольшое количество радона. Но мыть глаза сегодня и пить эту воду не рекомендуется, потому что в жилу водоносную фонтана попали сточные воды. И фонтан сегодня утратил свои лечебные качества. В 90-е годы, в криминальные годы фонтан был сильно поврежден, потому что фамилия грека Савопола совпала с фамилией крупнейшего крымского криминального авторитета. И вот в отместку фонтан был поврежден и восстановлен только к 225-летию Симферополя. Здесь уже была устроена ротунда, площадка для отдыха, пруды. Это не просто пруды. Это пруды, которые собирают родниковую воду. Здесь всегда было заболочено, поэтому это такое интересное архитектурное решение. Завершаем наш променад словами Паула Куэля. Да, есть такие места, война, преследование, безразличие. Прокатываются по ним и уничтожают их, но они остаются священными. А потом кто-нибудь придет сюда, взглянет, заметит, что чего-то не хватает и восстановит. До следующих променадов!